В ожидании переселения более 10 месяцев жители дома в Хуторском переулке 6-3, где в прошлом году произошел взрыв бытового газа, в результате чего дом частично обрушился, встретились с представителями мэрии на Косовской 2D. Отмечу, что после ЧП специалисты Академии строительства и архитектуры определили здание аварийным, а 10 семей были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства. Часть искали жилье по родственникам. Некоторым за свой счет предоставила квартиры управляющая компания «Суворовский». Две семьи до сих пор живут в Хуторском переулке. 31 января в Суворовскую райадминистрацию поступило обращение выделить жильцам разрушенного дома временное жилье из маневренного фонда города. Мы разобрали 6 пакетов документов, которые были поданы городским властям для получения временного жилья. В итоге мы выяснили проблемы, по которым невозможно на сегодняшний день по этим заявлениям предоставить временное жилье. В итоге мы разобрались, сколько нужно времени, какие необходимые документы собрать нашим жителям, для того, чтобы мы, Департамент городского хозяйства, могли подготовить решение исполнительного комитета о предоставлении по этим 6 пакетам документов, либо не предоставлении временного жилья. Чиновники отмечают, что отселения жильцов дома четко регламентированы в постановлении кабинета министров Украины. Функции распределения жилья возложены на Департамент городского хозяйства. Прежде чем получить временное жилье, люди должны собрать пакет документов, который, в частности, подтвердит, что у них отсутствует альтернативное жилье. Это законодательство наше, которое, к сожалению, так прописано. Если у вас есть одно единственное жилье и, не дай бог, оно пострадало, то вам можно. Если у вас есть еще какая-то там полуподвальное даже помещение, пригодное к жилью, то вам нельзя. Мы живем в правовом государстве. Государство проверяет, спроможное ли я себе содержать дальше это жилье, или смогу ли я купить себе какое-то жилье, или как я буду оплачивать это жилье. Поэтому в законодательстве прописано так, что жилье должно, что справки о доходах обязательно должны быть. В результате жители аварийного дома получили очередные советы и наставления, касающиеся документов, которые им еще нужно предоставить. Ускорить этот процесс пока не удается. Собрали нас жителей аварийного дома по временному жилью, поднимали вопросы. Ну, как услышали, да, взрыв случился, мы виноваты, документы не собраны, мы виноваты. Но мы уже привыкли, 10 месяцев только мы виноваты. Единственное, вот только спустя 10 месяцев решились помочь жителям аварийного подъезда собрать часть документов. Почему это делается через 10 месяцев после взрыва? Ну, слава Богу, что хоть вспомнили. Напомню, что Суворовской райадминистрации только четырем семьям была предоставлена материальная помощь на общую сумму 175 тысяч гривен. Кроме того, Гурсовет обязался восстановить дом. К ремонту приступили в декабре 2021-го. Однако на позапрошлой неделе при проведении демонтажных работ рухнула стена, из-за чего погиб один строитель. Еще двоих госпитализировали. В связи с этим ремонт приостановили. Однако после завершения следствия обещают продолжить. По всей видимости, конец истории с домом в Хуторском переулке еще далеко. Главное, чтобы больше никто не пострадал.